Ребята, это знаменитый блогер Лёша. А это вот тот самый Костромской сыр, который позвал дорогу, благодаря которому мы здесь нас сыр туда привел, потому что, как я уже говорил, мы познакомились с Алексеем. Еще два сорта сегодня попробуем, а еще в течение всей поездки я еще несколько сортов обязательно вам презентую. Это тот сыр, который делается в Костроме. Но мы же еще увидим в следующих блогах, как делают сыр. Обязательно. И сходим на Костромскую сырную биржу, специальный магазин, где до сих пор стоят очереди. В центре города есть магазин «Костромская сырная биржа». Класс. Там до сих пор бабушки в очереди стоят, прямо постоим в очереди, потолкаемся вообще. Это очень атмосферное место, где продают костромские сыроделы со всей области, привозят сыр и там продают. Так что, если хотите смотреть, как бабушки-то толкаются, то подписывайтесь, лайкайте. Кстати, вы знаете, почему мы съедобно-несъедобно оказались в Костроме? Все очень просто. Мы случайно встретились с Алексеем, и он подарил мне круг сыра Костромского. И это нас связало. Мы повязаны на сыре. С сыром, как там, бегу с сыром срать, век воли не видать. Короче, вот с этой секунды мы стали друзьями, мы приехали в Кострому и опять оказались на сырном производстве. А вы теперь увидите, как делают правильный сыр. Сегодня я на маслосырзаводе. Хожу себе множество сыра. Сыр сверху, справа, слева, снизу, на каре, на стеллажах. Сыр коричневый, белый, желтый. Разный сыр. На маслосырзаводе делаю мой любимый топленое масло, на котором я часто готовлю. И вот, видите, вот мы сегодня съемочку делаем. Это пармезан, да? Тусанин. Это как раз сыр, который наша собственная марка. Мы сделали на основе нескольких сортов сыра. Разработали свой бренд. Вот так выглядит Саша. Один из софтов. Наши остальные сыра. Это Саша. Которые тоже с обученными глазами смотрят на процесс приготовления. Вот это настоящее импортозамещение. Потому что не придерешься. Что в Швейцарии, что во Франции, что в Костроме. Одно и то же. Будешь пробовать? Да. На. Поставь так. Ты только с контейнера пробуешь? Саша, а только это. Давайте я попробую. Кто в друге, я вам отправить хочу. А сам еще и... Хороший? Давай, бери прям до скульпиаши. Оп. Что вы? Закладываем? Да. И вот так на рыбном заводе икорном выглядит рабочее совещание. Каждый день вот эта летучка. Когда какие-то образцы кладут, и нас пригласили поучаствовать в обсуждении. Это суп из-за сетра. Рецепт сегодня возьму обязательно. И сварю, и выложу обязательно. Блог себе на YouTube канал. Сейчас я вам буду. Сразу поймал. Фу. Вот он, африканский сомик. Тот самый, который в Таиланде плавает. А вы знаете, что у них еще есть легкие? Зачем им легкие? А когда вода... А вообще в Африке же часто вода в реке пересыхает. И, соответственно, реки пересыхают. Сом... И тогда они идут в лес. Расстраивается и идет искать новое место, где есть вода. Три дня он может находиться без воды. За день проползать полтора километра. Самая дорогая рыба в мире. Белый осетр. Осетр-альбинос. У него золотая икра, которую скупают самые богатые люди в мире. Сценят, так сказать. Тратят на нее деньги. И это уже... Дальше она только фасуется, да? То есть сейчас мы увидим только фасовку. Да, уже, да. Вот у вас очень веселый взгляд. Едите ее, нет? Нет. Нет. А шнеп тут есть? Рядом, где-нибудь? Нет. Только икра, да? Только икра, да? А это что? Консервант. А, консервант. Спасибо большое. Если вы не едите, можно я ее сам? А это разные? Да. Давай по цвету. За процветание прекрасного, экологически чистого и полезного предприятия. Мне нравится, что ни одно животное во время съемок не пострадало. Ох, ох, ох. Так. Наша традиционная подача, мы от этого никак не можем отойти, потому что из выпуска в выпуск я именно так выношу наши супы и готовые блюда. Я это все видел, но не мог пробиться через папарацци, который вот здесь 17 человек. Аккуратно. А у нас сейчас там объектив, да? Кстати, Илья Исакович научил. Я видел, как вы снимали эти шарики теннисные. А, да-да-да. Я все... Мы не доедем. Он нас зовет все время. Я с ним говорил позавчера. Он опять куда-то ездит по всему стране. Он из Томска. Мастер-класс. Я же в Ростов уехал. В Краснодар. На вторую половину марта приеду в Кострому. Ярослава Иванова хотим организовать. Сейчас прорабатываем. Так, не жахнет она? Не должна. А, уже опыт то есть есть, да? Нет, меня облила мультиварка, когда я ее вскрыл неожиданно для нее. Ой. Ну, красота. Это вот как раз та история, по которой я режу, чтобы они не были такие унылые, если это все... Ну, да, в принципе, это тоже можно на доску и на стенку с мясом. Ну, сколько? Минут 30, наверное, приготовили. Ну, что, начнем накладывать? Миша, свет встанет. Так. Ну, это на всех? Это товарная порция для фотографирования и для того, чтобы, так сказать, было представление у людей, как должна выглядеть настоящая все-таки тарелка. Остромские. Это, по-моему, человек на шесть. Это и первое, и второе, и компот. Так, если я наложу вам тарелку вот такую хиленькую, какую-то дохленькую, нас не поймут, потому что скажут, вот этот, чтобы приехал даже и попробовать по-настоящему получилось. Вот те, кто присоединился к нам в поездке в Кострому, а вот это те люди, которые стоят вокруг меня и кормят лосей. И самое главное, вот сейчас нам ученый рассказал, как вас правильно представить? Научный сотрудник Самараковской лосиной фермы. Вот когда научный сотрудник сказал, если потрогать живого лося за рога или за то место, где будут рога, то у тебя, у того, кто потрогает, рога свои никогда не вырастут. Расскажите, как они привыкают, к чему именно они считают мамой воспитателя? Очень просто, они считают родителям того, кого выкормил в первых часов в жизни. Это как бы стандартная схема им придет. Они, они запахом пропитывают. Ребята, давайте по 100 грамм за инстаграм, давайте. Рукой обязательно, да. Здесь и церквушки, и дома, и мельницы, и Сашка танцует. И танцуют все, короче. Да, мы советуем вам обязательно посетить этот музей лучше летом. Зимой его красиво снимать, а летом хорошо здесь бывать. Ну вот загуститель мы не сделали в этот раз, ни картошку, ни какую-то перловку, они получились более кисловатым акцентом, нежели получается с загустителем. Если сделать картошку и растолочь, и положить вина, или, например, он будет более густой, такой мягкий как бы вкус. Этот вариант, он покислее чуть-чуть, поэтому его можно сдобрить сметанкой. Ой, четверговой соли и вообще сказка. Ну да, я говорю, чуть-чуть соли, потому что можно ошибиться, она же соленая, как бы капуста. Так говорил один французский повар, не к ночи будет помянуто, что, когда вы там, Мишленовский, говорил, что соль это как в музыке громкость. Добавлять или убавлять громкость, это никакого отношения к вкусу не имеет. Алексей, победа! Я рад, что наш долгий день заканчивается на такой ноте. Вы все видели, а главное, вы теперь знаете, как готовить щи из серой капусты. Благодаря Алексею. Ваше здоровье. Будем здравы. Так, прекрасный щи. Благодаря Алексею. А что я снимаю одни шапочки? Посмотрели на камеру, на инью повернули. Все. Сними соль. На этом наша развлекательная программа закончена. Мы сейчас хотим вот этой семье пожелать доброты, любви, долгих-долгих лет счастливых всей его семье. Многое, 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 многое. Многое лето Многое лето